Матриархальная кулинария. Бабайка требует жертв или антропофагия. Хочу немного коснуться культуры жертвоприношений. Жиротвоприношений. Человеколюбивой Бога Матери, Владычицы Небесной, когда ее власть над планетой стала безраздельной и беззастенчивой. Понятие «жертва» происходит от слова «жратва». Жрицы и жрецы это понимали лучше других смертных. Почему-то считается, что жертвоприношения – это языческие традиции, которые с приходом любвеобильного христианства и лунократии были выброшены из жизни планеты. Но дело в том, что это обыкновенный промысел Божий, который при первой же возможности с победой лунного оружия происходил всегда, с самого начала братоубийственной войны. Захват власти причистой девой со своими подругами привел промысел в состояние самодостаточного, бессовестного наслаждения живодерством и откровенным садизмом, который как в начале времен, так и до сих пор считается богоугодным делом. На луне, внутри курочки рябы и в аду, под тавридой, дивы с помощью своих рабов построили целые фабрики по производству нектара. Напоминаю, ряба, рябая от пятен кратеров, а в индийской традиции это пестрая корова. Как уже говорилось ранее, кура не птица, а воман не человек. Ку означает другой, иной, как в слове кумир, иной мир, планета. Того же происхождения кудесник, делающий иначе, кузнец, познавший другое, например, чувство, ощущение. Кура – это изба смерти на курьих ногах. Повернутая к земле передом, где стоят генераторы смерти и забвения. Отсюда неотвратимая судьба играет в свои компьютерные игры нашими телами и душами. Там, на луне, до сих пор злобствует людоедка Яга со своими лебедями-девами, ворующие детей и людей для еды. На луне, наверное, аппетит лучше. Лебедь, ле, лунная, бедь, беда. Для получения напитка богов и особенно богинь на фабрике в огромных котлах людей разжижают ферментами до аминокислотной похлебки вместе с костями. Дивы и просто так едят людей – сырыми, чтобы приобрести нужные гены и хромосомы. Кости при этом просто обсасывают. И для восполнения незаменимых аминокислот. Ну, почему аборигены съели кука? Молчит наука. Кто уплетет его без соли и без лука, тот будет честным, смелым, вроде кука. Владимир Высоцкий. Небожители, любители жертвоприношений, от слова пожрать, они людей сами едят, нахваливают и серых своих корешей угощают. Госпожи и пастыри, пастухи, держат людей, как скотов овец, для еды и получения огромного количества электроэнергии. Это одна из причин, по которой небожительницы и небожители и не убивают всех людей. А есть потом что? Эти волки и волчицы очень циничны. Они просят быть своей жертвы кроткими, как овцы. А еще люди необходимы им для экспериментов. Из многих людей при небольшой переделке изготавляют правителей и начальников для планеты. Воспитывать не надо. Вжиг и глядишь, человек в начальнике выбился. Ведь всякая власть от Бога. Я надеюсь, вы об этом не позабыли. Так же людские души нужны роидам для изучения, экспериментов и развлечений. Несколько лет назад газеты писали о рассекреченных фотографиях НАСА, что на Луне в некоторых кратерах видны человеческие кости с остатками одежды, обувь и черепа. В это, конечно, можно не верить. Но Луна и без этого сообщения сплошная загадка. В сказках изба на курьих ногах усыпана костями и на кольях забора головы человеческие. Конечно, можно прятать собственную голову в песок, когда говорят на эту тему, мол, это сказки. Да, именно сказки. В Америке, например, в которой количество похищений людей под миллион в год, с возвратом и без, подозреваю, уже так не думают. Вспомните страшную сказку детства о людоедке Яге с ее помощниками-лебедями. Она часто появляется на летательном аппарате и предлагает мальчикам покататься на лопате. Почитайте рассказы похищенных людей. Многие, ну, очень похожи. Во многих штатах стало невозможным разводить крупных сельскохозяйственных животных. Их зверски калечат и убивают существа, прилетающие на ступках, тарелках. Есть сообщения, что они не гнушаются убийством кошек и даже ежиков. Американское правительство скрывает подписание договора на кровь с начальниками лунатиков, серыми. Правительство США проводит совместные технические разработки и эксперименты в биохимии и других областях. Дает разрешение на базирование серых в Америке. Луна разрешает использовать людей и животных по своему усмотрению. За исключением высших представителей власти, ведь они от господа Диаспатера, дьявола отца. Правда, за это США получают техническую помощь, полную поддержку своей политики во всем мире и в финансовых вопросах. Луна своим людям всегда поможет. Но таких сказок хватает в нашей жизни и на Земле. Мол, пейте красное вино – это кровь моя, ешьте пресный хлеб – это плоть моя. Только не поперхнитесь. В большинстве социальных обществ каннибализм не афишируется. Он видоизменился. Многие участницы и участники этого культа растягивают удовольствие на годы совместной жизни. Конечно, большинство женщин не догадывается о сути своих древних сестричек, к тому же в наше время уже не осталось достойных противников с приличными генами. Но во многих регионах мира жертвоприношение и каннибализм до сих пор носят откровенный характер. После погрома древнего мира Крым – Таврида, где были основные входы в ад, долгое время был жесточайшего матриархального культа Артемиды Таврической – Пандоры, с постоянными жертвоприношениями мужчин. Здесь была столица. Здесь была столовая красных девиц. Здесь были основные рынки рабов и высококачественного человеческого мяса с уже пустыми и полными тарелками летающими. Здесь чаще всего наблюдали роидов, цвергов, убежавшие от обеденного стола люди. Когда подобные столовые открылись по всему миру, их и там видели. Подобный стиль жизни со специфическими кулинарными пристрастиями и обильными жертвоприношениями охватил в той или иной мере весь мир и огромный по протяженности период. Приведу немного фактов жертвоприношений, известных из истории разных народов планеты. Но это лишь пару слов на эту животрепещущую тему. Например, в XVI веке в Ассаме на северо-востоке Индии при строительстве храма по приказу тамошнего Раджи было умершлено и зарыто под фундамент 140 человек. Но и в XX веке в Индии был зафиксирован факт, когда при возведении моста через реку строители потребовали принести в жертву и положить под сваи несколько детей. Традиционные жертвы приносились и водные стихии – морю, рекам, озерам, колодцам. Надеюсь, помните крылатую фразу-угрозу – бритвой по горлу и в колодец. До провозглашения независимости Индии такие факты постоянно фиксировались и суммировались с колониальной администрацией. После 1949 года статистика попросту не велась. Хотя средства массовой информации время от времени сообщают об очередном человеческом жертвоприношении. Так, в начале 80-х годов индийские газеты сообщали о душераздирающих фактах. То отец, перерезав горло, дочери прямо в храме перед изображением богини Кали. То другой отец и в другом храме, но перед тем же изображением, зарубил топором четырех своих маленьких детей. Это не криминальные хроники. Это нормальное богослужение с вытекающими из жертвы последствиями. Самые таинственные элевсинские мистерии у цивилизованных афинян были связаны с культом Земли Матери. Участники сакраментальных актов спускались в подземный храм Матери Земли – Деметры, Юдифи. Что именно происходило в подземельях храма Деметры, известно лишь в общих чертах. Каждый участник элевсинских мистерий был связан обетом молчания, нарушение которого было хуже смерти, и потому никто не оставил никаких свидетельств. Думаю, прославляли, как всегда, мать-перемать свою, убивая, насилуя детей и юношей, измывались над животными, а была бы возможность, как когда-то всю планету просто сожгли. Больные – поклонники сумасшедшего бога и его бабы. Джордж Фрезер в «Золотой ветви» подробно рассказал о человеческих жертвоприношениях в честь Матери Земли, великой богини, на примере племени Гондов, населявших и населяющих поныне южноиндийский штат Ориссу. Они, описанными ниже вещами, занимаются регулярно и в наши дни. Гонды – дравицкая народность, на самом деле давицкая. Они поселились на Индостане задолго до появления там индоарьев. Неужели? И сохранили в своих традициях наиболее архаичные черты, связанные с культом Земли. Гонды приносили в жертву людей в честь богини Земли, которую звали Тари Пенну. Человеческие жертвы были необходимы этим убийцам, якобы для получения высокого урожая технической культуры, которую выращивали гонды и из которой они приготовили знаменитый краситель. Считалось, что если поле не полить людской кровью и не зарыть в землю куски человеческой плоти, то получаемая из этого растения ярко-красная краска утратит свою обычную глубину. Жертвы для этой цели назывались мерия, и традиция требовала, чтобы их либо покупали еще в младенчестве, или же с детства специально готовили к незавидной судьбе. Кроме того, детей могли докупать у соседних племен, которые, в свою очередь, крали их у зазевавшихся родителей. Обычный еврейский юмор, цыганщина. Все долгие годы, до того рокового дня, когда мерия приносился в жертву богини, его усиленно кормили и баловали. За 10-12 дней до ежегодной торжественной церемонии у намеченной жертвы сбривали наголо волосы. После продолжительных оргий, в ночь перед роковым событием, жертву одевали во все новую. И начиналось торжественное шествие сельчан. Зомби. Во главе с жертвой. Под музыку с танцами. Все шли от деревни до рощицы мерия. Чтобы посмотреть на ритуал жертвоприношения, сюда стекались толпы людей. Юдей. Все вот фашисты-скоты. Не могу. Поголовно мужчины и женщины-дети хотели во что бы то ни стало присутствовать на любимом празднике. В ритуальной рощице мерия привязывали к столбу, натирали маслом, мазали краской и украшали цветами. Чувствуете почерк лесбийских русалок? В течение целого дня к жертве относились с величайшим благоговением, попискивая, как гончие псы перед охотой. Толпа людей танцевала рядом с мерия, обращая к великой богине слова молитвы. О, богиня, мы преподносим тебе эту жертву, а ты не спошли нам богатый урожай, хорошую погоду и крепкое здоровье. Чтобы хватало сил кровавой краской на толкучке спекулировать. И добавляли, обращаясь к жертве, мы купили тебя, а не захватили силой. Теперь мы приносим тебя в жертву, и пусть не ляжет на нас никакой грех. Очень набожные ребята, сукины дети. Метод убийства жертвы мерия дразнился от деревни к деревне, но принцип сохранялся один и тот же. Смерть должна была быть долгой и мучительной, как и у нашей страны, России. При этом жертва не имела права оказывать ни малейшего сопротивления, и довольно часто с этой целью его заставляли выпить большую дозу сильнодействующего наркотика. Одним из самых простых способов было удушение. Для этого обычно расщепляли толстую ветвь дерева и в эту трещину просовывали либо шею жертвы, либо его грудь. После чего верховный жрец со своими помощниками сдавливали трещину, что было сил. Затем жрец наносил легкие удары по телу жертвы острым топором, после чего толпа бросалась к несчастному, стесывая мясо у него с костей, оставляя, правда, голову и его внутренности нетронутыми. Бывало, что жертву тащили по полям в окружении веселой толпы очень долго. И люди, стараясь не задеть голову и внутренности мерия, ножами сдирали мясо с его тела, пока несчастный не спускал дух. Другой метод убийства заключался в том, что жертву привязывали к хоботу деревянного слона в деревенском Диснейленде, который вместе с жертвой вращался на оси, а толпа старалась изловчиться и во время этих быстрых вращений срезать с тела несчастного кусок другой плоти. И это продолжалось до тех пор, пока он не умирал у них на глазах. В некоторых деревнях было обнаружено до 14 таких деревянных слонов, которые использовались в этих кровавых церемониях. В другом месте жертву медленно умершуляли у костра. Для этого устраивалась низкая, покатая как крыша, сцена, на которую клали жертву со связанными ногами, чтобы лишить ее возможности оказывать сопротивление. После чего рядом разводили костры и то и дело прижигали несчастного горящими головешками. Он скатывался вниз к костру, но его снова поднимали, укладывая на прежнее место. И чем больше он проливал горьких слез, тем тучнее, по мнению крестьян, кретинов, выдастся урожай, и более обильными будут дожди. На следующий день тело жертвы расчленялось на мелкие кусочки и съедалось. Сразу же после смерти Мерия гонцы относили по кусочку его плоти в каждую деревню племени Гонда. Гонды. Понимаю, откуда похоже ругательство в русском языке. Там местный жрец разрезал его надвое, один кусочек он отдавал богине земли, который сжигался в ее честь в небольшой ямке, вырытой в земле. Мини-всесожжение. Второй разрезался на еще более мелкие кусочки по числу членов семьи. Каждый из них заворачивал свой кусочек в листья и сжигал его в укромном местечке в земле. Вот такие изготовители лакокрасочных покрытий живут в Индии. Так что вспомните мой рассказ, когда соберетесь восхищаться Индией и ее качественной красной краской в красивых банках. Они борются за качество продукции, как умеют. Не подумайте, что заводчане злые и жестокие. Нет, они, как и все индусы, любят животных. И лошадей, и коров. Ведь их боги сделали. К тому же память об адской родине. А гои – это даже не животные. Их не жалко. Правда, многие индусы недолюбливают змей по причине древней связи их с гоями – ракшасами. Уместно также вспомнить, что в свое время и на острове Крит существовал архаичный обычай ежегодного принесения в жертву маленького мальчика. На день его объявляли царем, а потом живьем разрывали на части и съедали. В память о растерзанном и съеденном титанами младенце Дионисе Загреев. Позднее, в публичных ритуалах, обреченные к растерзанию дети стали заменяться бычками, которые, впрочем, по-прежнему разрывались на части живьем и тут же поедались в сыром виде. Во многих регионах мира жертвоприношения мальчиков сохранились и в XXI веке. Неудивительно, что именно такие и подобные бесчеловечные обычаи послужили одной из причин, по которой жестокие матриархальные отношения вообще утратили свои позиции. В конечном итоге, вызвав неизбежный протест и справедливый бунт со стороны мужской половины общества. До открытия Колумбом Америки ее открыли как консерву и съели сыны богов, туристы-зубастики, асиаты. Как вы уже знаете, я сомневаюсь, что она названа в честь Америга Веспуччи. Это название начинается с буквы А, как и большинство островов и континентов. Напоминаю, в первой речи Америка значит страна бессмертных. Вот что пришлось увидеть и пережить в XVI веке немецкому канониру-наемнику и искателю приключений Гансу Штадену на бразильском побережье. Там он, подобно Робинзону Крузо, очутился в результате кораблекрушения. Там, на побережье, царил полный матриархат. Надо туда отправить всех ученых, воспевающих матриархат и великую богиню-мать. Всех его спутников элементарно съели. Сам же солдат удачи уцелел в результате фантастической находчивости и изворотливости. Наверное, его признали за своего парня единокровным, ведь его спутникам шанса не дали. Затем он, на протяжении всего своего пленения, был свидетелем будничного быта каннибала, который он и описал с фотографической точностью. В день принесения в жертву пленника всего связанного выволакивали на деревенскую площадь. Его тут же окружали женщины, которые его оскорбляли и всячески издевались над ним. Но ему разрешалось обороняться от них. Он кидал в них фрукты и черепки от глиняной посуды. Тем временем старухи, разукрашенные черно-красными полосами, с ожерельями из человеческих зубов на шее притаскивали украшенные орнаментом глиняные горшки, в которых будут свалены кровь жертвы и ее внутренности. Когда же, наконец, ему раскраивали череп, раздавался радостный крик и свист. Если у пленника до казни была жена из местных жителей, то она должна была проливать слезы над убитым. А потом, нагуляв аппетит, присоединиться к всеобщему торжеству. Старухи отталкивали одна другую, чтобы поскорее напиться теплой крови, а детям разрешалось погружать в нее ручки. Матери смазывали кровью соски, чтобы и младенцы могли почувствовать ее вкус. Тело разрубалось на части, которые жарились на вертеле, а старухи, которым не терпелось поскорее отведать столь лакомого яства, как человеческая плоть, слизывали капающий с деревянной решетки жир. Противоположной, восточной части южноамериканского континента примерно в то же время, и тем более значительно раньше, зафиксированы не менее страшные факты. Здесь, к примеру, существовали целые питомники для выкармливания жертв, особенно детей, что, в свою очередь, напоминает до боли знакомые с детства картины из русских и европейских сказок о людоедках и людоедах. Во многих провинциях аборигены так любили человеческое мясо, что считали лакомство. Еще до того, как они убивали индейца, аборигены пили из нанесенных ему ран кровь и делали то же самое, когда разрезали его на куски, высасывая кровь, собирая ее в ладони, чтобы не потерять ни одной капли. У них были публичные мясные лавки человеческого мяса. Из кишок они делали марсильи кровяные колбасы и ланганисы сосиски, набивая их мясом, чтобы объедки не пропадали. Эта страсть так разрослась и дело дошло до того, что не щадились даже собственные дети, рожденные иноплеменными женщинами, которых захватывали и пленяли на войне. Аборигены брали женщин в качестве наложниц, а рожденных ими детей они выхаживали с большой заботой вплоть до одиннадцати или тринадцати лет, а потом съедали их, как у нас поросят, а за ними и их матерей, когда они уже не могли рожать. Некоторые гурманы совершали поступки еще страшнее. Многим индейцам, захваченным в плен, они сохраняли жизнь и давали им женщин из своего племени, то есть из племени победителей, рождавшихся детей они выхаживали как своих собственных, и когда они становились подростками, они их съедали, создавая таким путем питомник по разведению детей для того, чтобы питаться ими. Они не испытывали к ним жалости ни как к родственникам, ни как к малолетним существам, которым даже животные, враждующие между собой, иногда испытывают любовь. Аналогичные питомники были выявлены и ликвидированы сравнительно недавно в Африке и в частности среди племен обитавших по берегам реки Конго. Подобные не слишком привлекательные эпизоды, а им не с честь числа, связаны не только с примитивным каннибализмом, но и с человеческими жертвоприношениями, бытовавшими во всякие времена и во всех частях света, вплоть до недавнего времени. Впрочем, говорить о прекращении каннибализма как явления глупо. Выше уже упоминались современные факты человеческих жертвоприношений у автохонтов Индостана. Жертвоприношения, освященные тысячелетней богоугодной традицией, практиковались повсеместно. Рудименты кровавых треп, так они именовались по-русски, долгое время сохранялись на Руси. В житии Георгия Амастритского памятники созданном в сороковые годы девятого века и почему-то выпавшим из поля зрения современных исследователей говорится о человеческих жертвах девиц, мужей и жен, приносимых русскими товарищами до введения христианства. Один из вождей прямо спрашивает, разве мы не приносим такие жертвы каждый день? В русской житейной литературе также говорится о старорусском языческом обычае приносить жертву рекам и озерам, например, в Муромском крае. Например, в одной русской песне беспристрастно рассказывается, как жена вместе с подружками съела собственного мужа, да еще поподчивого страшным угощением мужнину сестру, подзадоривая ее загадками. Я из рук из ног карават смощу, из буйной головы яндову скую, из глаз его я чару солью, из мяса его пирогов напеку, а из сала его я свечей налью. Созову я беседу подружек своих, я подружек своих и сестрицу его, загадаю загадку неотгадную, ой, и что такое на милом я сижу, на милого гляжу, я милым подношу, милым подчиваю, а и мил передо мной, что свечою горит. Никто той загадки не отгадывает, отгадала загадку подружка одна, подружка одна, то сестрица его, а я тебе братец сговаривала, не ходи братец поздным поздно, поздно, поздно вечером. Аналогичные явления зафиксированы и на русском севере, причем сравнительно недавно. Русский художник-пейзажист Александр Борисов. В 1906 году в Санкт-Петербурге вышла его книга путевых очерков, сопровождаемая прекрасными цветными рисунками у самоедов от Пенеги до Карского моря. Думаете, самоеды это романтическое и загадочное название народа, не отражающие его кулинарных пристрастий? Автор приводит несколько хорошо известных ему примеров человеческих жертвоприношений, практиковавшихся у ненцев еще в начале 20 века, чтобы задобрить высшее божество, от которого по убеждению аборигенов зависел промысловый успех, ему приносились в жертву человеческие головы. Борисов описывает несколько подобных случаев. Бывало, что охотник постоянно возил голову с собой. На новой земле человеческие жертвы приносились идолам, великой матери каменной бабе. Отголоски подобной практики, имеющей общемировое распространение, сохранились и в русском фольклоре. Это же подтверждает и одна архаичная калятка, включенная Иваном Петровичем Сахаровым 1807-1863, свой знаменитый сборник «Сказания русского народа». «Ты, братец Иванушка, ты выйди ты выпрыгни». «Я рад бы выпрыгнуть, горюч камень к котлу тянет, желтые пески сердца высосали». Приведенный текст на первый взгляд перекликается с сюжетом и персонажем известной русской сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке. Однако фактура здесь совершенно иная. Калятка донесла до нас вопль живого человека, приносимого в жертву. И в данном конкретном случае это либо совсем маленький мальчик, либо отрок, либо неженатый юноша. Современному читателю совершенно невдомек, что устойчивое словосочетание «желтые пески», которые высасывают сердце, это ритуальный песок, на который изливается кровь жертвы. Кому неизвестны, скажем, хрестоматийные причитания, перекочевавшие в детский фольклор. Костры горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Для современного человека, оторвано от своих родовых корней, это всего лишь плач братца Иванушки, обернувшегося козленочкам. В действительности же здесь чувствуется отголосок матриархальной эпохи, когда жертвоприношение и каннибализм были нормой. Приведенная четверостишая, дошедшая сквозь тысячелетия вопль, объятой ужасом жертвы. Ужас этот был так велик, что он повергает в трепет и современного читателя, слушателя, особенно ребенка. Вспомним для примера, что еще незадолго до испанского завоевания ацтеки только в один праздник плодородия вырезали в качестве жертвы солнцу сердца у двадцати тысяч обреченных. Жрецы уверяли, мол, Кицаль Куатль говорил, что ему нужны лишь чистые от сквер на сердца. Они начисто забыли с Божьей помощью, что кроме чистых сердец пернатый змей хотел чистые от дури мозги и души. Безусловно, характер жертвоприношения менялся в течение веков и тысячелетий. Человеческие жертвы повсюду заменялись животными, растительными плодами или иными дарами. Хотя еще в начале нынешнего века среди некоторых народностей российского севера еще бытовало мнение, что человеческая жертва намного действеннее животного жертвоприношения. Ныне распространена универсальная форма жертвоприношения во всем мире. Это принесение жертву женщине умирающих цветов. Такая жертва современными жрицами принимается и она охотнее выполняется сердобольными мужчинами, нежели просьба, мол, задуши для меня в знак нашей любви 300 котов. Ведь мучения растительной жертвы не слышно и не видно. Так что если хотите дарить девушкам цветы, дарите в горшочках живые цветы. Так будет справедливо по отношению к растениям и греха на душу не возьмете. Кстати, о жертвоприношениях котов. С недавнего времени на территории Большого Геленджика в Дивноморске Краснодарский край проходит международная конференция кришнаитов два раза в год. В 2001 году на еврейский Новый год я с ребятами наблюдал жертвоприношение, состоящее из фруктов и семян. На звезде Давида был разожжен костерок все чин по чину. Я стараюсь посещать различные сборища с этической инспекцией. Но всю ночь накануне был слышен страшный крик котов и немногие свидетели наблюдали кришнаитов с шевелящимися мешками. Об этом я услышал через несколько дней после происшествия. Уже днем перед торжественным жертвоприношением фруктов звезде Давида и ее хозяину один роскошный белый кот с поломанным хребтом и пробитым черепом на передних лапах приполк центральному корпусу, где продемонстрировал себя гостям и находящимся в нирване устроителям. Явно стушевавшиеся кришнаиты сказали гостям, мол, даже коты хотят узнать истину из рук господа Кришны. Один из воинов со знакомым хохолком на голове схватил умирающий символ допотопной Руси за лапу и, посыпав просадом глаза и рану кота, бросил его в яму прямо на наших глазах. Перед этим он разговорился с соплеменником о любви и преданности к Господу. Крики белого кота его не отвлекали, он мотылялся в руке жестикулирующего любовника Кришны. Я не смог остаться безучастным, я забрал маленького брата домой, сказав ему, может, ты и умрешь, но только не здесь. Дома я всеми силами пытался ему помочь, но через три дня сильных мучений он все же умер. Я похоронил его на самом берегу моря Океана. Примерно так же под Новый год умер мой белокурый отец, искалеченный бандитами. Его тоже принесли в жертву. В нынешнее время кровавые юдаистские культы с новой силой захлестнули цивилизованный мир. Юдей всех национальностей объявили настоящую войну всему светлому и более чистому. В Европе, Канаде, США дети просто так не могут играть на улицах. Их подстерегают люди с пейсами, звездами и рэпом на языке. Многих детей, мужчин и женщин эти ребятки дьяволопоклонники уже приговорили. Это только в нашей стране и еще кое-где по миру белые дети, юноши и девушки могут гулять по улице или ездить в метро или лифте без охраны. Различные бригады каннибалов и убийц правят свой кровавый бал. Им самим нечего опасаться, их защищает государство. Человеческие жертвы лучше, считают отъявленные дети женщин, колдуны-затейники нашего времени. Эти колдуны юдо-масоны хозяева мира. Это шестерки дьявола, его голубые породистые щенки, лучшие гибриды из помета уникальной суки Пандоры. Псы господни используют легальные способы для миллионных жертвоприношений, плетя сети интриг, втягивая целые народы в войны, создавая невообразимые болезни. Они руководствуются небесными рекомендацией врагов человеческого рода. Они засланные в мир правители, аватары богов. Ознакомив вас с пристрастиями богов и их детишек, я продолжу повествование. Но сначала расскажу вам одну древнюю волшебную сказку, которая многим людям на земле не дает покоя. они вечно стараются такие сказки переписать. «Открытки» «Открытки» «Открытки»